13 июня 2019 года. Черная дата в истории тихой провинциальной Ивановки. В этот день пропала Даша Лукьяненко, а уже через шесть дней ее найдут мертвую в выгребной яме соседского дома. Подозрение падет на 22-летнего Николая Тарасова, который даже вызывался волонтером на поиски ребенка. 20 января 2021 года не менее знаковая дата для бывшего райцентра. В этот день суд вынес убийце приговор. 15 лет тюрьмы. Но прежде чем Фемида поставила в деле точку, Николай Тарасов пообещал поставить свою, финальную. Действительности это не я убил. Сегодня я просто умру, вы понимаете это? Это просто мое слово, я поставлю точку. Не кто-то, а я поставлю точку. Конвоиры сумели остановить попытку суицида, однако при ближайшем рассмотрении она оказалась не столь серьезной. Полицейские не под запись сказали, что резал себя Тарасов ногтем. Мол, три раза обыскивали и ничего. Адвокаты потерпевших назвали происходящее шоу. Дескать, Тарасов уже не впервые устраивает представление в суде. Знаете, шоу очередное. Мы на протяжении этого процесса таких шоу со стороны Тарасова видели много. И суд, прокурор, и я как представитель потерпевших, мы не очень реагируем на эти шоу. После долгой паузы процесс возобновился, чтобы продлиться на 4 часа и огласить убийце приговор 15 лет. Услышав этот срок, родственники возмущения не скрывали, а семья Тарасовых, как и самому убийце, недвусмысленно намекнули. Будем ждать его возвращения, чтобы там прибыть сразу, да и все. Ну, мы быстро сядем, и навечно. Я сказала, что, короче, гранаты готовы. Чекать будете? Чекать будем? Нет, мы сейчас этих родителей выселим. Выкурим. Адвокаты семьи Даши говорят, что такой мягкий срок – это следование европейским трендом. Коллегия не решилась на суровый приговор. Коллегия судей пошла на попятную у практики европейского суда. То есть коллегия испугалась. Справедливый приговор, именно справедливый, тот, к которому мы с вами привыкли – это пожизненное заключение. Суд оправдал Тарасова в части надругательства над телом и признал лишь покушение на изнасилование. Но в прокуратуре говорят, что не это смягчило приговор. Суд решил дать убийце шанс на так называемую ресоциализацию – возможность вернуться на свободу исправившимся. В то же время, по словам прокурора, Тарасов объяснил свой поступок местью отцу. Он вместе с матерью слишком жестоко воспитывали сына. Вони примушивали його до праці. Ну, нібито примушивали його до праці. Він працювати не хотів. І враховуючи те, що Даша була слухняною дівчинкою, вона постійно допомагала батькам по роботі. Вони були знайомі з Дашою. Сім'ї працюють на роздрібній торгівлі товарів на ринку. І тому він вважав, що його батька, наводячи приклад Даші, постійно таким чином він його пригнічує. І він вирішив таким чином позбавити її життя. Тарасов, говорить прокурор, тем самым хотел возложити вину і на отця, который был ранее судим. Роль родителей, як соучасників, не подтвердилась. Теперь пострадавший готовиться обжаловать приговор, а Тарасов может выйти на свободу через 13,5 лет. Проведенные ранее полтора года в СИЗО зачли в срок. Исправят ли убийцу годы за решеткой? Какая судьба ждет его семью? Вопросы, на которые пока нет однозначных ответов. Юлиан Аксенов, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».